Третья книга Моисея, Левит, глава шестая Ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел, или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности. И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец овна без порока по оценке твоей, и очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным. И сказал Господь Моисею, говоря, заповедай Аарону и сынам его вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем. И пусть священник оденется в льняную одежду свою и наденет на тело свое льняное нижнее платье и снимет пепел От всесожжения, и пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвенники, и положит его подли жертвенника. И пусть снимет с себя одежды свои, и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро, и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем туг мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Вот закон о приношении хлебным. Сыны Аароновы должны приносить его пред Господом к жертвеннику, и пусть возьмет священник горстью своею из приношения хлебного, и пшеничной муки, и елея, и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике. Это приятное благоухание в память пред Господом. А остальное из него пусть едят Аарон и сыны его. Пресным должно есть его на святом месте. На дворе скини и собрания пусть едят его. Не должно печь его квасным. Съедаю я им вдолю из жертв моих. Это великая святыня, подобно как жертва за грех и жертва повинности. Все потомки Аароновы мужского пола могут есть ее. Это вечный участок в роды ваши из жертв Господних. Все прикасающееся к ним осветится. И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот приношения от Аарона и сынов его, которые принесут они Господу в день помазания его. Десятая часть ефы пшеничной муки в жертву постоянную, половина сего для утра и половина для вечера». На сковороде в елее она должна быть приготовлена. Напитанную елеем приноси ее в кусках, как разламывается в куски приношения хлебное. Приноси ее приятное благоухание Господу. И священник, помазанный на место его и сынов его, должен совершать сие. Это вечный устав Господа. Вся она должна быть сожжена. И всякое хлебное приношение от священника все добудет сожжигаемо, а не съедаемо. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня». Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте на дворе скинии собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, осветится. Если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить. Если жара варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымать водой. Весь мужской пол священнического рода может есть ее, это великая святыня. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема. Ее должно сожигать на огне. Продолжение следует...